Приветствую всех, с вами Yermans. Мы продолжаем знакомиться, проходить, точнее не знакомиться, проходить игры серии Silent Hill с очень большим промежутком, но тем не менее... Хм, не знал, что такое есть. Ладно, не буду особо тут менять, я просто посмотрю, что тут есть. Окей. Да, на сей раз у нас на очереди Silent Hill 3. Я тут управление настроил, но громкость, скажу честно, я не особенно настроил, я поставил то значение, с которым я уже пробовал игру записывать, вроде как... Ну, я на этом пытался записывать, я там прошел, записал пару серий, понял, что что-то не хочу и забил и удалил тогда. И вот теперь, все-таки, решимость появилась. Чтобы было интересно смотреть, я поставлю тяжелую сложность. Ну, а загадки, разумеется, не выше нормального. Тяжелое это уже неадекватно. Слишком много знаний нужно, чтобы это решить. Я тупой для тяжелых загадок. Признаюсь честно, я тупой просто для них, все. Начинаем. Здесь, естественно, ПК-версия. Выбрана мною. Потому как, из всех игр, которые я играл, я считаю, вот эту версию с чуть ли не лучшим вообще ПК-портом в принципе, из тех, которые я играл. То есть, тут и управление идеально можно настраивать, и геймпады распознаются нормально, не то что в новых играх, ну их нахрен, которые не умеют геймпады распознавать. И в окошко ее можно нормально раскрыть. В общем, прекрасно все. Lakeside Amusement Park. КОНЕЦ Где я? По высокому уровню сложности, кстати, насколько мне известно, можно вполне себе успешно померить. И да, почему бы не сохраниться прямо, сделав пару шагов. Да, тут в любой момент можно сохраняться. Это отличает ПК-версию от обычной. Ну как, от консольной, где она там изначально выходила. Так, это я хочу сделать... Так, вот это, это вот это. Так, это какие кнопки? 6, 5. А, целится сюда. 5. Ну как раз да, вот так. Сохранить изменения. Ну просто управление внутри игры я не мог настроить. Но тут можно даже в движение атаковать. Ну как, в принципе, в предыдущих играх серии. Так, секунду, еще попробую настроить управление камерой. Прекрасно. Камеру тоже настроил. Современные игры такое не любят. Так, сейчас я кое-что проверю в программе записи, чтобы уж потом этого не сделать. Лучше сначала, пока мы далеко не ушли. Окей. Просто почему-то у меня программа записи сразу FPS до 30 опускает. Ну в принципе это нормально, потому что все равно мои видео на YouTube выходит все равно в 30 FPS. Так что, разницы вообще никакой. А так, зато я буду видеть то же самое, что видите вы. А не как часто бывает, что... Я вижу, что все нормально, а на видео возникают какие-то глюки из-за того, что FPS обрезается. Ладно. Собака. Понятно. Ну в принципе на самом деле сражаться с монстрами тут надо очень редко. По большей степени мы будем убегать. Замок сломан. Хизер, больно. И остаться у нас уже такое себе. Здесь коробки с печеньем и шоколадом. Я люблю это все, но мне совершенно не хочется есть это здесь и сейчас. И как же я тебя понимаю, мне бы тоже в таком месте вообще ничего брать не захотелось бы. Особенно пытаться здесь что-то съесть. Потому что, скажу честно, ну нафиг в таком месте что-то есть. Тут много разных фасонов на выбор, но мне действительно ничего не нужно. Я свалюсь за эту шутку местом. Если бы тут были какие-нибудь полезные инструменты, тогда может быть я бы еще подумал. Кстати, вот иногда мне будет трудно читать нижнюю строчку, потому что у меня окошечко чуть-чуть вниз уходит за границы экрана. Ну, тут просто нельзя поставить такое разрешение, которое будет на видео. Окошечко из-за вот этой рамки чуть-чуть вылезает. Ну, вот эти чудища, кстати, вообще бесполезно. Да, ну, когда много, то ну нафиг. Так, здесь замок сломан. Дверь крепко что-то там. Ну, мне сюда. Ну, тут остальные двери проверяются, мы с вами тут все закрыты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три. И вот эти звуки. Это долбанные маятники. На мой взгляд, один из самых раздражающих противников в игре. Ну. Прекрасно, я ещё и вздыхаю. Бинозор уже есть. Можно перестрелять супостатов. А где они? А, вот и они. Лечёт быстро, и не помогло. Э, я не понял. Никогда, кстати, их не убивал. Всегда нет. О, проще было убежать. В принципе, сейчас особо ничего не изменилось, всё ещё проще было убежать. Ух, это было громко. Чё? Заперто. Не ори на меня, кто бы то я там ни был. Я давненько проходил эту игру. Могу чего-то не помнить в каких-то моментах. Могу периодически подтупливать. Но основную суть я всё-таки примерно помню. Минус мой. Печалька. Минус улыбка. Минус мой. Минус мой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А-а, не попал. Замок Соломон. Бутик Варкерит. Ключ красоты. Закрыто. Хеленс Бейкери. Вокруг нет никого из персонала. Интересно, куда они все пропали? Здесь объявление. Хрустящий жареный хлеб прямо у ваших дверей. Продается все. Пекарня Хелен. Я не забываю одно, так что думаю об этом можно не волноваться. Это хлеб. Хрустящий жареный хлеб. Это хлеб. Но в таком месте еще можно было бы подумать о том, чтобы что-то съесть, если бы Хизер была голодна. А именно так зовут нашел. Главную героиню. Так, а тут закрыто дверь, да? Ну, закрыто я имею ввиду, не работает дверь. Тут не работает, тут не работает. Так, собачка и... Нафиг, собачка. Ни хрена себе. Ну и звуки она издала. У меня только еще не было, как будто она фаербола запускает. На орбиту. Чего-то я не помню, у нее нет таких страшных звуков. Так. Екзит. Ауч. Стоять. Это я развернулся, походу, да? Я тут думаю, не должно быть вроде в конце этого коридора никакого екзита. Он же выхода. А тут бас что-то и есть. Да? Здесь много чего, но ничего полезного. Замок сломан. Кто-то там бегает, или шаманские танцы сбу обустраивают. Что-то завалилось под доску. Я думаю, может это ключ? Если бы мои руки были чуть-то подлиннее, я наверное достал бы. На доске груды картонных коробок, забитых книгами. Ну, не очень картонных, деревянных. Нужно дорваться, чтобы сдвинуть такой тяжелый груз. А, ну картонные конечно тоже есть, но там деревянные. Использовать. И поэтому я сюда сходил, чтобы просто меньше раз пробегать мимо того, как его, не парализованного, а этого оцепенилого. Похоже на магический круг, о котором я читал в книге о черной магии. Мне кажется, таким знакомым. Потому что я читал о нем в книге? Нет, не то. Это не из книги. Это за алтаря. Алтарь? Что я думаю? Ну да. Вот, давайте на этом нашу коротенькую первую серию закончим. Я просто в ней посмотрю на то, как громкость и так далее, чтобы, если уж тут проблемы были, чтобы следующее их подправить. Поэтому сейчас я закончу. И увидимся уже в следующих сериях. Всем пока. До новых встреч.